Традиционной площадкой для проведения всероссийского турнира стал комплекс единоборств Александра Карелина. Выдающийся российский борец, трехкратный победитель Олимпийских игр, депутат Госдумы и Герой России передал спортсменам из Архангельской области, Осетии, Чечни, Ставропольского края, Крыма, Карачаева, Черкесии и других городов страны свои поздравления и напутственные слова. Приветственный адрес зачитал заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Владимир Батурин. Такие события – это яркая визитная карточка этого динамичного, интересного вида спорта. Наглядная форма пропаганта здорового образа жизни и деятельной активности. Побороться за призы президента Федерации спортивной борьбы Сочи Рубена Татуляна решили около 250 участников из 14 регионов. Возраст спортсменов от 13 лет и старше. Большое количество борцов представил Краснодарский край. Уют таких спортсменов, как мастеров спорта, кандидатов мастеров спорта – это Сочи является. Благодаря нашего президента он старается создавать условия, чтобы ребята занимались спортом, борьбой именно. Всероссийский турнир проходит в Сочи уже третий год. На этот раз состязание приобрело статус мастерский, а значит спортсмены могут заработать звание мастера спорта России. А главная задача турнира – популяризация вольной борьбы и спорта в целом. Главная цель, чтобы мальчишки видели и были хоть на сантиметр, хоть на граммулечку ближе к той национальной команде, которая завоевает такой престиж для нашей страны во всем мире. Это самый дружеский, то есть объединяющий вокруг себя людей разных национальностей вид спорта – это борьба. Лучшие борцы определялись по восьми весовым категориям. Заслуженные призы от президента Федерации спортивной борьбы Сочи получили многие спортсмены. Среди победителей были и наши сочинские. Их также поздравили олимпийские чемпионы по вольной и греко-римской борьбе. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.